друзья мои ну что каркуша здесь степаша тоже здесь ну придется вести спокойной ночи малыши хрюши потому что каркуша и степаша на съемках у сюфа здравствуйте дорогие мои здравствуйте с вами сюф я только что вернулся с охоты и хочу приготовить для своих друзей такой прикольный мужской обед из картошки и обычной тушенки сейчас подыскиваю место иду вот ищу деревья понятно что я буду картошку жарить на своей бароне сюф хочу ее подвесить на цепях ищу место вот плакучая ива хорошая вот тут очень много сушничка пожалуй вот здесь мы организуем обед вот эти вот сучья пойдут у нас на растопку на то чтобы жарить вот здесь где-то я притулю борону а эти верхние ветки будут мешать если вдруг пойдет дождь ну понятно что река тоже здесь есть мало ли что водички набрать камышек для растопки ребят красота и ляпота сковорода барона у меня всегда с собой в машине а также чайник обувь цепи термос ну и разное оборудование для съемок на цепях карабины очень легко монтируется защелкаем раз по срединке вот такой вот карабин скрепляет две цепи вот под этим сучком будет у нас с вами кострище естественно эту ветку мы не обрезаем расчищаем растительность вокруг бароны и на этом месте разводим костер нам потребуется свиная тушенка пару банок кусок сала картошек штук десять ну и три луковицы сальце шмаленое на соломке смотрите мы его режем такими вот кусочками маленькими и с него начнем вообще жарить нашу картошечку ребятушки сало нарезано лук нарезан картофель готов дрова заготовили борону сдвинули немножко до определили место где мы разводим и начинаем заводить наш костер кстати заводить костер будем при помощи вот этого гнездышка я птичек занял они его уже использовали один раз но мы его еще один раз будем использовать и так начинаю поджигать наше костричи так гнездышко подкладываем вот мелкие сучья рекомендую быть с лампой и начинаем запаливать наш костер вот костер уже разгорелся ребят смотрите важная информация я специально барану немножко сдвинул чтобы костер развести чуть-чуть мимо бараны сейчас смотрите когда костер разгорелся я беру барану и вот сюда вот так и она оказывается прямо над костром видите и она сейчас разогреется в доли секунды в принципе можем уже будем забрасывать картошку здесь нужно отрегулировать подачу наша барана стояла ровнее крышку я положил чтоб быстрее наша сковородка нагревалась видите она уже парит барана-то реально задышала ребят смотрите между бараной и землей примерно 45 сантиметров я уже говорил есть у меня одна стойка которую можно ставить борону на землю но вот в условиях леса или в полевых условиях я рекомендую именно цепи потому что на цепях можно подвешивать чему угодно ну что пришло время для сала сальце у нас доброе сковородка должна нагреться где-то может быть 120 максимум 150 выкладываем сало и растапливаем его максимально уровень угля небольшой ребят выходит абадзехская соль сами понимаете сало без соли деньги на ветер сало это было обычное свежее не соленое поэтому присаливаем сало солить потом будем картошку еще отдельно но не знаю сколько может быть ложку дальше смотрите присолили кольцо и приглашаем на нашу кулинарную сцену ребят картошку приглашаем она не соленая не перченая просто порезанная и картошку вот так вот на сальце разровняли сейчас мы ее немножко заколеруем а потом немножечко ее потусим ребят когда картошку положили можно ее разровнять чтобы она тонким слоем была по сковородке тогда она будет быстрее у вас зажариваться и готовится цепи у нас висят на такой вот ветке на сухой нам вот этих веток сухих хватило чтобы приготовить картошку вот она уже процентов на 60 готова сейчас мы подбросим туда лук а потом уже тушенку я думаю что минут через 20 буду подавать чуть-чуть потушу картошечку чтобы она быстрее готовилась внутри чтобы не было сырая потому что она вся разная по плотности чуть-чуть потушим ребят минут пять-семь ребят она должна жариться если она начинает вариться что подбросьте газа подбросьте дров ваша картошка должна жариться это жареная картошка это рецепт жареной картошки с салом и с тушенкой сейчас будем бросать лучок ребят лук обычный репчатый валим когда картошечка наша пожелтела стала такая желтенькая лучком прям заваливаем картошку всю можно даже на края бороны наш лучок начал запекаться я без лука вообще картошку не понимаю я вообще блюда без лука не понимаю когда бросаем лучок ребят огонь средний значит все шкварчит и готовится ну естественно на ту беду сразу пришли люди вот первый охотник вот второй два охотника пришли на барану всю ну как бы понятно что барана всю объединяет и пришли еще зайцы и петухи на ту беду солим второй раз уже картошку и лук адыгейской солью еще где-то наверное одну столовую ложку и все это тщательно размешиваем смотрите у нас уже лучок начал румяниться у нас уже картошечка лучком и с сальцем перемежается смотрите ребят можно даже вот так вот по краешкам уже сдвигать уже готовить место для тушеночки тушеночка следующим номером нашей программы тушенка свинная сейчас вот эту влагу выпарим потому что тушенка нам даст свою влагу ребят смотрите у бараны есть возможность убрать жир и масло зачем нам она у нас картошка готова процентов на 90 убираем тут сало какие то какая то соль смотрите разложили по краям убрали масло я бы его назвал все таки жиром и салом тут есть кстати ой простите тут есть кстати и соль и следующим номером нашей программы тушенка ребят тушеночка надеюсь что тушенка качественная в моих роликах вы сможете посмотреть как я делал тушенку из лося и как я делал консерву из толстолобика это не моя тушенка хотя можно было сделать и на моей но моя уже закончилась как только сделал сразу закончилась ну собственно ребят сейчас тушеночка разогреется и можем блюдо подавать ребят будьте всегда в теме готовьте как мы готовьте лучше нас приятного аппетита с вами был сюх и его друзья и перекручайте не вдумайте он